Поездка превзошла все ожидания. Так говорят о 10-дневном пребывании в Санкт-Петербурге воспитанники хоровой школы мальчиков, городского дворца детского и юношеского творчества. Ребята вместе с руководителями провели зимние каникулы в северной столице. Туда, как и еще почти тысячи детей со всей страны, они приехали репетировать выступления для церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи. Подготовились мы уже в Иванове, все разобрали. Во-вторых, там надежное плечо друга тебя всегда поддерживает. Если что-то неправильно споешь, он тебя прикроет и споет за тебя. Ребята были объединены в большие группы по округам. С детьми из ЦФО работал московский дирижер Геннадий Дмитряк. Поскольку он был очень близко к нам, мы его постоянно видели, он прямо находился рядом. Он очень близко был с детьми, он приезжал в гостиницу, они фотографировались, брали автографы. Девчонки висели на нем, плакали, не хотели, чтобы он уезжал, поскольку он раньше уехал после концерта. Конечно, это очень гениальный человек, очень хорошо работал с детьми, дети в него влюбились. В Санкт-Петербурге дети не только репетировали. Для них была организована обширная экскурсионная программа «Ромитаж», «Русский музей», «Екатерининский дворец». Мы много интересного узнали из этой поездки и учились не только музыке, но еще и истории, наверное. Мне кажется, что очень многие люди хотели бы оказаться на нашем месте, чтобы побывать в таких местах, наверное, не за свой счет, а за счет государства. То есть отплачивали дорогие экскурсии, отплачивали очень дорогое пребывание. Во время репетиции итогового концерта, который проходил в Мариинском дворце, в зале появился президент Владимир Путин. Его приезда никто не ждал, но дети не растерялись. Говорят, что уже отволновались, ведь выступать приходится очень часто. Руководители, которые сидели в зале и видели своих детей, не могли сдержать эмоций. Я могу сказать, что произведений два, все сидели и плакали, потому что это было что-то невероятное. Такое количество детей, у них у всех были одинаковые костюмы, жилеточки, и это все было настолько красиво, настолько живо и просто очень впечатлило. Сводным хором руководил известный режиссер Валерий Гергеев. С ребятами он работал несколько дней подряд. Гергеев сказал, спасибо вам, ребята, а теперь я хочу, чтобы поблагодарили артистов оркестра. Дети встали и, наверное, минут 20-30 было аплодисменты и крики спасибо. Оркестр ошалел от этого, они просто вертили головами, для них это было настолько приятно, настолько это было непосредственно. После нескольких дней, проведенных в атмосфере дружбы и творчества, ребятам не хотелось уезжать. Многие за это время успели подружиться. Дети шутили, что были готовы развернуть поезд обратно. В поезде мы все прощались к нам, приходили в вагон. Правда, это было ночью, но все равно прям очень растрогало меня. Я не мог сдержать свои чувства и просто не мог расстаться совсем. Не хотелось уезжать очень. Хотелось еще остаться на месяц, наверное, и репетировать дальше и дальше. В Сочи ребята поедут 15 февраля на двухэтажном поезде. Из Москвы отправятся в спецрейс. Репетиции будут идти вплоть до 23 февраля. Выступление сводного детского хора должно произвести впечатление на зрителей. Это море голосов, это море улыбок, это сказочное звучание, которое на тебя льется. Просто внутри что-то невероятное происходит. Но мы знаем, что это происходит от того, что дети поют. Это же чистые души, чистые сердца. Такие встречи детей со всей России еще будут. Возможно, тысячный детский хор задействует празднование 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.